Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада представить вас на своем канале. Итак, сегодня, дабы немного разбавить все бьюти-видео на какую-то тематику косметики и всего остального, я решила для вас снять видео о моем айфоне, так что в моем айфоне, тем более у меня уже подписчики просили, когда я показывала в подарках, я показывала свой телефон и был такой запрос. Я, честно, сама не знаю, что интересного в моем айфоне может быть, но давайте посмотрим. Если вам интересно, оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Итак, айфон у меня 5s, золотой, у меня 16 гигабайтов, честно говоря, мне хватает, потому что я не закачиваю туда много музыки, я, если что-то снимаю, какие-то там вещи, то я их стараюсь тоже скидывать на компьютер или на какие-то другие носители. Ну, как я по опыту просто сужу, у меня был Galaxy тоже, 16 гигабайтов, мне тоже, в принципе, хватало. Не знаю, я какой-то странный человек, я не закачиваю, наверное, игрушки, и пытаюсь как-то постоянно чистить свое пространство здесь, фотографии какие-то лишние удаляю. Почему выбрала 5s, почему я хотела именно 5s? Потому что шестерка, она слишком большая, я уже знаю, чем заканчиваются большие телефоны для меня, потому что я как бы человек-криворучка, я свой Galaxy первый, самый красненький, красивый, такой, ну, я очень хотела тогда Galaxy, и купила себе этот красный Galaxy, и развила его через несколько дней, у меня была огромная трещина по всему экрану, поэтому как-то вот я считаю для меня, для моей руки не очень большой, как бы удобней вот данный телефон. Стандартный у меня календарь, мой альбом с фотографиями, камера, погода. У меня здесь приложение карты стандартное, которое здесь стояло, я им не пользуюсь. Дальше приложение тут с видео, я тоже туда не заходила, честно. Есть заметки, вот заметками я пользуюсь, да, вообще записываю туда, вот, например, что купить, чтобы не забыть. Кинопоиск, да, вот кинопоиском я пользуюсь, потому что очень удобно, очень удобно именно в мобильной версии кинопоиска, потому что можно посмотреть, что идет в кино, можно посмотреть сеансы, отзывы. О, кстати, когда я последний раз заходила, батальон был с рейтингом 6 чем-то и как-то так. А сейчас у батальона уже рейтинг нормальный, 7,4, ну, приличный рейтинг, вполне себе. Не знаю, кто смотрел, девчонки, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, тяжелый, не тяжелый фильм, хотя я думаю, что он очень тяжелый, но стоит или не стоит на него идти. Потому что, с одной стороны, я очень хочу сходить на этот фильм, но, с другой стороны, я очень боюсь то, что я буду плакать, и что там будут куски чего-нибудь, там от кого-нибудь летать, мне будет неприятно. Ну, вот, как бы, напишите мне, пожалуйста, свое мнение насчет этого фильма. Шазам. Шазам это очень классное приложение, очень удобное, потому что мы не всегда знаем какие-то песни, как они называются, и как раз-таки, если вы слышите какую-то очень приятную мелодию для вас, вы нажимаете, он ее слушает, и вам говорит, что это за песня, и как бы предлагает ее скачать. Ну, вы, естественно, как бы типичный русский человек, вы лезете в контакт, загружаете ее там себе, и слушаете, и там скачиваете где-нибудь. Вот, мой голос у него, как бы, ни с какой песней не совпадает, что, как бы, что, в принципе, логично. Далее, контакт у меня здесь стандартный, с 310 сообщениями или с чем-то там. Ну, да, на самом деле у меня загаженный весь мой контакт, я не могу прочитать все сообщения, ну, я человек такой, то есть мне иногда там приходят какие-то сообщения, ок, что я могу ответить на ок, поэтому я даже не открываю сообщения с ок, оно прокатывается вниз, и как бы все. Вот, дальше у меня здесь инстаграм, инстаграм все видели, все знают. Кстати говоря, я в инстаграме ваниламария, если вы еще на меня не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Дальше твиттер, ну, на самом деле мобильным твиттером, как и обычным твиттером, я не пользуюсь. Кстати говоря, это, наверное, мое упущение, и надо познавать твиттер, но в основном у меня там что-то связанное с каналом, то есть по цепочке публикуется, либо что-то связанное с инстаграмом публикуется. Дальше приложение YouTube. Честно говоря, часто пользуюсь, потому что смотрю видео часто вне дома. Также иногда дома я смотрю тоже, когда мне лень включать ноутбук, он у меня очень тормознутый, очень долго загружается, а я там хочу посмотреть пару видео и лечь спать. Поэтому я спокойно смотрю видео с мобильной версией. Господи, я куда-то вскакала. Кстати говоря, вот видео Kate Week смотрела последнее. Смотрю видео просто там какие-то вот вещи, типа написать комментарий можно и здесь. Единственное, что мне не нравится, что именно в данной версии мне не очень получается отвечать на чьи-то комментарии. Именно под своими видео. Ну вот не знаю, почему. Может я как бы что-то не туда захожу, не так нажимаю, но может быть. Далее у меня здесь Viber, WhatsApp. Стандартно все. С кем-то переписываюсь Viber, с кем-то WhatsApp. Люблю больше Viber, потому что там есть вот такие вот замечательные всякие стикеры. В особенности мне нравится вот этот вот лисенок. Не знаю, как будто он олицетворяет меня. Лисенок. Ну мне очень нравится этот персонаж. Я постоянно скидываю всем именно стикеры с этим лисенком. Я не помню, как его зовут, честно. Вот, и как-то, ну, нравится мне. Дальше Foursquare и Swarm. Swarm это как бы а-ля Foursquare. Искусственно созданное приложение, чтобы вывести туда функцию чекинов. Не знаю, я вот эту вот парочку не пользуюсь. Именно после вот этого момента, когда появился Swarm. Раньше мне очень нравился Foursquare. Я просто балдела, потому что чекиниться прям вот вообще. Чекиниться это так классно. Сейчас я чекинюсь только, если за это что-то дают. Я русский человек, я люблю халяву. Если мне дадут, не знаю, кофе бесплатно, если дадут какую-то печеньку или еще что-нибудь, то я обязательно, конечно, за чекинюсь. А так Foursquare как-то стал мне неинтересен. Единственное, что да, как бы иногда захожу, ищу какую-то информацию на тему отзывы о ресторане том или ином, или как добраться, или что вокруг меня есть интересного. Но, честно говоря, мне кажется, все охладели как-то Foursquare, и сейчас там намного меньше информации можно найти, нежели это было раньше. Далее, ну это предложение Молдив. Это эти коллажи. Всякие разные коллажи. Но у меня тут бесплатные только варианты, потому что мне реально как бы непринципиально. Вся моя фантазия по поводу коллажей, она, в принципе, укладывается в те варианты, которые здесь предоставлены. Дальше есть приложение Metropolitan. Очень крутое приложение. Это карта метро, где вы можете... Он, во-первых, сразу отмечает, где вы находитесь, на какой станции метро, какая для вас станция метро ближайшая. То есть, в принципе, если вы потерялись, то вы хотя бы так можете понять, к какой станции метро вам идти. Далее, вы нажимаете, допустим, я сейчас там, где я сейчас. И дальше вы нажимаете любую станцию метро. Господи, нажимайся. Нажимаете любые станции метро, то есть, откуда вам надо добраться до какой-то точки назначения. Он вам считает, сколько минут у вас это займет. Также вы можете посмотреть все возможные пути, как добираться до какой-то станции. То есть, допустим, где лучше пересесть и сколько это займет времени. Очень удобное приложение. Дальше Google Maps. Вот как раз Google Maps я пользуюсь, чтобы понять, куда мне идти, что там делать. И пробки смотрю. Мне нравится. Google Maps мне нравится больше всего. Яндекс.Карта, в принципе, тоже неплохо. Ну, как-то я так еще с Galaxy привыкла к Google Maps. И как-то меня не отучить. Вот. Дальше почта Gmail. Пользуюсь именно ей. В принципе, мне гугловские приложения, в том числе почта, очень нравятся, очень удобно. Они работают над дизайном, они работают постоянно над удобством. Мне очень нравится. И у меня гугловская почта, естественно. Дальше приложение Косметичка. Очень крутое приложение. Пользуюсь, действительно. Это Батчкод. Батчкод это код из чисел и букв. Бывает чисто числа там, бывает на блесках в одной особенности. Там обычно 4 цифры, никто не запаривается. У меня на креме Lancome было и цифры, и буквы. То есть, это вот этот вот код, который не в общем тексте напечатан, а который просто нанесен сверху, либо выбит. Бывает, да, на коробках, особенно в люксе, он прям выбит, как такой оттиск. На блесках там вот как бы такими как точечками напечатан он поверху. Ну, я думаю, что вы когда вот увидите, вы поймете, что такое Батчкод. Вот, так, этот код, вы сюда заносите бренд. Сейчас покажу. Итак, вы сюда заносите бренд, выбираете, то есть, допустим, выбираем какой-то бренд. Здесь набираете этот код и проверите. Он вам скидывает информацию о том, до какого годен данный продукт. И вы уже смотрите, там, сверяете. Ну, честно говоря, я проверяю на всех продуктах, которые я покупаю. И в последнее время, вот когда у меня уже появилось это приложение, ни Ревгош, ни Элитуаль я не словила на том. А, нет, словила. Я словила Ревгош на том, что перед Новым годом по акции с огромной скидкой они продавали термальную воду Кодали, которая просрочена уже, по-моему, два года. И как-то я так... Причем я проверила в нескольких магазинах. И, по-моему, там была одна и та же партия. И все они были просрочены. Как бы... Так что полезное приложение. Я, естественно, эту виноградную воду не купила. Но, в любом случае, неприятно, конечно, вот так вот узнать о том, что по акции тебе в Ревгошу пытаются продать что-то просроченное. Здесь это все... Как бы всю информацию храните. И он вам подсказывает, когда у вас какой продукт уже будет просрочен и когда его нужно будет заменить. Далее приложение Такао. У нас в Санкт-Петербурге есть сеть суши Такао. И у них классное приложение они сделали для того, чтобы вы накапливали за свои посещения баллы. У меня здесь 172 балла. Ну, как-то мало. Хотя я не так часто хожу в Такао. Но, так или иначе, приложение очень удобное, потому что вы можете узнавать здесь новости и акции. Оно вас извещает о каких-то новых акциях в Такао. Они любят всякие там всем девушкам бесплатно шампанское. Или сегодня там два виски, третья в подарок. Или все что-нибудь в этом роде. Или у нас сегодня очень крутая вечеринка. Приходите. Вот. Также здесь они, в принципе, публикуют все свои акции. Они здесь публикуют, какие подарки вы можете получить. Вот я, например, 172 балла у меня. Я могу уже у них кофе получить за эти 172 балла. Но я думаю, что я покоплю еще. И дальше приложение Allure. Я не очень часто сюда захожу. Но это приложение, грубо говоря, которое содержит информацию о всех Best Products, грубо говоря. То есть можно найти информацию о всех этих продуктах, которые они как-то отмечают. О каких-то новинках. То есть они здесь вот пишут информацию о каких-то продуктах вы можете подобрать средства. Выбрать там, допустим, я хочу для тела что-то подобрать. Солнцезащитное средство. Ищем солнцезащитное средство. И она выкидывает сразу все солнцезащитные средства, которые у них есть. В базе вы можете поискать, посмотреть, почитать о них. Ну, как сказать, я не сказать, что я фанат этого приложения. Но иногда захожу туда, допустим, просто у меня закончился крем для глаз. И я хотела бы понять хотя бы, что есть на рынке. И я захожу и просматриваю, какие варианты есть. О чем мне потом поискать информацию более подробно. Дальше, значит, здесь у меня есть приложение «Центр здоровья кожи». Тупом фармакосметика сайт сам называется. У них есть приложение, через которое можно делать заказы. Весь YouTube уже просто везде отзывы о заказах с фармакосметики. Я пока, честно, сама не делала заказ фармакосметики и приложение. Мне на самом деле посоветовала подруга Геля. Привет, если ты меня смотришь, то привет. Спасибо большое за это приложение. Я думаю, что вскоре я буду делать заказ с этого сайта или с помощью данного приложения. Потому что реально цены намного ниже, чем в озерках тех же самых. Не нужно стоять в этих диких очередях в озерках. Далее у меня здесь TeamViewer. Да, TeamViewer. Это программа-удаленка, грубо говоря. Поэтому я здесь набираю ID моего компьютера, который рабочий. Потому что я обычно по удаленке захожу на рабочий компьютер. Я здесь набираю его ID, который я знаю. На рабочем компьютере он выдает этот ID. Здесь я дальше набираю пароль. И захожу и вижу с айфона рабочий стол свой. И могу сделать какие-то документы. Но вот именно, наверное, с айфона это тяжело делать. Потому что все-таки вы здесь видите, грубо говоря, экран ноутбука. И нужно все, конечно, приближать. Но если вам экстренно нужно до своего рабочего места добраться тем или иным способом, то, в принципе, спасает эта вещь. Дальше Robocass. Это приложение для того, чтобы оплачивать какие-то счета, что-то покупки, телефон, еще что-то. Здесь вы можете скопировать какой-то счет. Вы можете также спокойно какую-то информацию забить сами. Очень удобное приложение. Мне нравится. Но я чаще всего с него оплачиваю какие-то редакторские услуги. При публикации своих статей для учебы я использую это приложение. Вот так вот. Итак, это все, что было в моем айфоне. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие у вас самые любимые приложения в айфон, что вы мне советуете скачать. И все. Желаю вам отличного настроения, чтобы весна скорее пришла в ваш город. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.